Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня будем разговаривать о перце, потому что по мере того, как растет наша рассада перца, увеличивается количество вопросов о формировании куста перца. И все начинающие интересуются, нужно ли все-таки прищипывать вот здесь, центральный вот этот, отщипывать бутон, прищипывать верхушку, и как формировать перец, вообще нужно ли формировать. Я сейчас скажу самое главное правило, которое вы должны запомнить всегда, что не нужно чьи-то советы, пусть это будет даже самый-самый опытный огородник, принимать как единственную правильную истину, как правило, как закон. Вот некоторые пишут, нужно прищипывать верхушку, обязательно, я всегда так делаю. Если он, этот человек, так делает, не обязательно так должны делать вы, потому что проблема вся в том, что, возможно, у него совсем другие сорта, отличные от ваших, и для разных сортов существуют все-таки разные способы формирования куста. Вот я вам сейчас расскажу, в чем разница, и почему не надо обязательно слушать тех, кто пишет прищипывать, или тех, кто пишет не прищипывать. Ведь все разные способы выращивания, они все правильные, только к каждому сорту перца должно быть, ну как, отдельный подход, индивидуальный. Вот, например, смотрите, я вам сейчас показываю. Вот сорт Венти и сорт Таежный. У них написано, куст компактный, вот этот, и этот, высотой до 30 сантиметров. Это значит, что он так и так все равно не будет расти в высоту. У вас нет смысла его прищипывать. Вот эти карликовые сорта, они 30 сантиметров, это совсем мало, но это вот он вырастет, ну чуть побольше, вот так вот, вот так вырастет, и все, и он начнет нарастать, у него начнут нарастать боковые побеги, и он будет такой, как, как вам сказать, не в высоту, а в ширину, шарообразный. Вот эти вот перцы, например, я даже говорить об этом не хочу, что любому ясно, что он карликовый 30 сантиметровый куст, зачем его прищипывать в верхушку, если он и так по своим сортовым характеристикам, он не вырастает в высоту, не нужно, я вот в прошлом году показывала, вот венте, например, показывала вам, никакая прищипка им не нужна, ничего им не нужно, они в сторону начинают боковые пускать свои эти, ну как сказать, побеги, и все, например. И вот если вам скажут, прищипывайте, обязательно вы начнете общипывать, прищипывать, вы только повредите. Есть перцы, в жизнь которых вообще не нужно вмешиваться, он маленький, компактный куст, пусть он растет и растет. И еще один пример. Вот, например, те сорта перца, которые должны по своим характеристикам вырасти, метр, метр двадцать. Вот у меня лоток, я специально вынесла этот лоток, чтобы вам показать. Вот здесь у меня посажен низкорослый перец, в один срок сеянный, а вот это вот патриция высокорослый. Так вот этот высокорослый перец я тоже никогда не прищипываю, потому что он, как вам объяснить-то, весь его секрет вот этого большого рожая в том, что он высокий, он у меня в высоту растет метр, метр двадцать, метр тридцать, когда он сформирует высокий весь вот этот вот, видите, он, некоторые разъединяются сразу на две части, как расходится вот здесь рогаточка, вот он как идет-идет, у него один основной стебель, и он будет очень-очень высокий. Видите, какой он высокий, у него уже настоящих листьев, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. У него тринадцать настоящих листьев, но нет еще никакой вот этой макушки, нет никакого цветка. Он сам по себе высокорослый, и если я его сейчас прищипну еще здесь, я испорчу ему всю жизнь. Он будет таким, каким он не должен быть. Он будет, ну как, наверное, коротким, может быть, в ширину он будет расти, может, нет, я даже не пробую. И поэтому я вот всем начинающим советую, будьте осторожны вот с этой прищипкой, с этим удалением боковых побегов, вообще с любым вмешательством в жизнь перца. Очень хороший совет для тех, кто не знает, как формировать куст. Нужно, конечно, ознакомиться с характеристиками вот сортов. У некоторых, некоторые производители делают очень хорошо, что сразу нам подсказывают, нужно или нет формировать вот эти кусты. Вот Баррид, например, высота 80-10 сантиметров, и тут написано, что, ну не написано, а даже показано, что нужно формировать в два стебля, вот один, вот второй, с подвязкой к шпалере. На некоторых не нарисовано, вот, например, лимонное чудо, но на них написано на инструкции. Вот я очень благодарна вот таким производителям, которые дают нам подсказку про формирование куста. Нам не нужно придумывать свои правила. Тут написано, что сорт выращивают с подвязкой к кольям или на шпалере с формированием в два стебля. Значит, и лимонное чудо, и вот этот Баррин мы должны формировать вот по такой схеме. Оставляете два, которые пойдут вверх побега вот эти, и на них будут перцы. Но есть и другие сорта перцев. Вот поэтому я говорю, что внимательно перед тем, как что-то общипывать, что-то повреждать перцы, нужно внимательно прочитать. Вот прекрасные перцы, дольче итальяны и дольче де Испания. И на них русским языком написано. Сейчас. Так. Растение крупное, хорошо обвесленное, но не зарастает боковыми побегами, что облегчает уход и улучшает освещенность. То есть, нам здесь производитель сам подсказывает, что этот сорт, он не склонен формировать боковые побеги. Поэтому, если вы верхушку удалите и будете ждать боковых побегов, возможно, вы уменьшите количество урожая. Это растение должно расти вверх, раз боковых побегов у него не будет, у него все вот эти плоды будут на стволах. И тут же вот внизу, видно вам, где указано его качество, написано сорт с огромными красивыми плодами, прекрасный аромат, и написано не требует формирования. Это значит, что если вы не прочитаете внимательно вот эту вот подробную инструкцию, раз, и отщепнете верхушку, но считайте, что вы испортите жизнь перцу и уменьшите урожайность его. Перец не требует формирования. И это вот из этих вот из всех, сейчас еще один расскажу, вот из этого обзора всех-всех вот этих сортов, я надеюсь, вам понятно, что не все перцы нужно прищипывать. Есть перцы, которые не требуют формирования, на которых прям русским языком написано на инструкции, не требуют формирования, не нужно ничего отщипывать, прищипывать, удалять какие-то там цветки. Вот этюд. Это совсем другой перец. Тут написано требует подвязки и формирования растения. Вот это значит тот вариант, где вы можете свою фантазию применить, можете на что-то там пообщипывать, поприщипывать, как-то сделать куст не так, как он растет, а как вам кажется правильно. Вот из этого из всего я подвожу итог. Что если? Вы в комментариях. Я часто читаю, я не могу, конечно, всем ответить, но часто читаю, один человек пишет, например, одна женщина, нужно обязательно прищипывать, тогда будет большой урожай, тогда формирование, все новички сразу раз, как мухи на мед. Ой, я так и сделаю, а я и не знала, что нужно так делать. Вот это самое плохое, когда какой-то человек своим, как авторитетом, многолетним опытом заявляет, что его способ выращивания самый лучший, что нужно так делать. Я вот хочу предостеречь всех новичков. Вот вы поняли из моего этого маленького видеоролика, что может быть, та женщина, которая прищипывает, может быть, у неё и есть тот сорт, вот такой, как этот, который требует формирования, который требует прищипки. А вдруг у вас сорт, который не требует формирования, например, как этот, или как этот, который не требует прищипки. Не нужно повторять бездумно, как неосмысленно все чужие действия. Вот, еще раз повторю свой совет, перед тем, как вмешиваться в рост перца, прищипывать, ущипывать, прочитайте, пожалуйста, может быть, производитель вам пишет, что там делать этого нельзя. Или наоборот, может быть, вы найдете запись, что нужно обязательно формировать. Я большинство своих перцев не формирую, вот в этом году два сорта купила, которые обязательно нужно формировать, я буду прищипывать, буду все это показывать, но сейчас пока, вот у меня вот эти растут большие, которые высокорослые, я их никогда не прищипываю, и низкорослые, которые будут круглый кустик образовывать, я их тоже не прищипываю. Те, которые буду прищипывать, они еще маленькие, я буду прищипывать их позже, но вот на стадии рассада я никогда не прищипываю, потому что, ну это, не знаю, это, конечно, еще рано, у меня вот тут еще они большие, но ни цветков, ничего нет. Повторю еще раз, перед тем, как что-то обрезать, прищипывать, подумайте сто раз, не испортите ли вы жизнь своим растениям, и не понизится ли у вас от этого урожайность. Но сразу скажу, что и тот, и другой метод, он имеет право на существование, есть сорта, которые нужно прищипывать, которые от этого увеличивают количество плодов, но есть сорта, и которые не нужно прищипывать, и даже вредно для них, даже портится от этого урожайность, снижается, поэтому все это, конечно, нужно изучать, во все это нужно вдумываться, всматриваться в инструкции, все читать, и только, как говорится, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Все, до свидания. Это была тема, нужно ли прищипывать вот эти центральные цветочки, первый бутончик, нужно ли формировать кусты перца впоследствии. Вот мой ответ такой, что в каких-то случаях нужно, в каких-то нет. Решать вы будете сами, но внимательно очень изучайте сорта, кому-то это идет на пользу, кому-то нет. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...